МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были инициированы главой региона Александром Цибульским и приняты собранием депутатов 24 октября текущего года. Как пояснили в профильном окружном ведомстве, сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители НАУ, проживающие здесь не менее трех лет, до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. Распоряжаться средствами окружного материнского капитала можно одновременно по двум направлениям из 11. Так, одна из самых популярных среди многодетных семей округа направлений – приобретение транспортного средства. Этой возможностью воспользовались 606 многодетных семей округа. Второе по популярности направление – улучшение жилищных условий. На эти цели направлены средства 425 сертификатов. На третьем месте – единовременная выплата из средств окружного материнского капитала. Ее получили 615 семей. Жители Ненинского округа активно вносят инициативы для включения в 10-летнюю программу развития региона «Нау-100». По поручению главы региона в программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенно изменить экономику и качество жизни северян. Сбор предложений для включения в проект «Нау-100» стартовал 11 ноября. Инициативы разнообразны. Одна из них, например, от жителя Наринмара Владислава Вучейского, касается модернизации взлетно-посадочных полос сельской местности. Сейчас с села округа добраться можно либо вертолетом, что весьма затратно, либо самолетом Ан-2. На сегодняшний момент наши посадочные площадки, которые находятся в деревнях, они могут принимать только самолеты типа Ан-2. И легкомоторные самолеты, у которых взлетная дистанция не более 500 метров. Если мы в соответствии с возрастным кодексом сделаем посадочные полосы, там, 1000-1200 метров, естественно, туда смогут летать ЕЛ-410, Ан-24, то есть то, что из отчасти, либо импортная техника какая-то. В первую очередь модернизация позволит удешевить транспортные расходы для жителей деревень, расширить спектр перевозчиков. По мнению Владислава, опробовать проект стоит на населенных пунктах, в которых более 300 жителей. Другие проекты участников программы касаются различных сфер жизни и деятельности региона. Проекты достаточно интересные, совершенно разнообразен спектр отраслевой направленности. Это и от медицинских предложений до совершенно неожиданных спортивных каких-то объектов, вплоть до мероприятий даже. На сегодняшний день каждое предложение, безусловно, является проектом, потому что мы не просто будем принимать... Это же не просто там заявка, которая так или иначе завершится именно заявочно. Она требует все равно исполнения, финансирования, трудовых каких-то ресурсов. В любом случае это планирование как бюджета, так и, может быть, необходимости выхода на федеральный уровень. Поэтому в любом случае каждая заявка – это отдельный проект, который требует достаточно больших и серьезных затрат совершенно различных, будем говорить, отраслей работы власти. Сбор предложений для включения в проект НАУ-100 происходит на единственной площадке порталя – Народный контроль. Для этого необходимо войти во вкладку НАУ-100 и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта – ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». Подать заявку можно с 11 по 25 ноября включительно. После завершения сбора инициатив будет сформирован пул проектов. Сто лучших из них выберут путем открытого народного голосования. Двум муниципальным предприятиям присвоен статус региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщается на официальном портале окружной администрации. А по этапной подготовке к переходу Ниньского округа на новую систему обращения с отходами речь шла на заседание рабочей группы при профильном ведомстве. Участники совещания уточнили готовность к переходу на новую систему и доложили о текущем статусе реализации проекта. Так в активную фазу выходят работы региональных операторов, комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию и север-желком сервиса. Статус операторов за ними официально закреплен, а значит предприятия могут приступать к работе. В ближайшее время они должны проанализировать объемы предстоящих работ, количество потребителей услуги по обращению с ТКО и направить соответствующую информацию для расчета тарифов. На сегодняшний день профильными органами власти разрабатывается проект окружного закона о субсидировании тарифов для населения. Напомним, в зону ответственности комбината будут входить Наринмар, поселок Искатели, Красное и село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать муниципальное предприятие Заполярного района «Север-желком сервис». С жителями округа, страдающими алкозависимостью, будут работать специалисты реабилитационного центра «Ручей». Руководитель реабилитационной программы центра Владимир Молдаван провел семинар-тренинг о методах профилактики и оказания помощи химически зависимым людям. В планах представителей «Ручья» посещение наркологического диспансера, встреча с выпускниками реабилитационного центра и посещение группы анонимных алкоголиков, созданной при поддержке центра Наринмаре. Кроме того, в регионе до 25 декабря будет работать консультант центра «Ручей» Денис Константинов. Он будет вести работу по мотивации зависимых жителей региона к прохождению реабилитации в центре. В комплексном центре соцобслуживания состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. Учитывая, что мы в тройке лидеров по употреблению алкоголя в России и третий с конца по численности населения, ведущих здоровый образ жизни, то тема очень актуальна для нас. Избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам жителям региона помогают в центре реабилитации и психологической поддержки «Ручей» в Псковской области. Округ сотрудничает с автономной некоммерческой организацией уже почти пять лет. За это время полный курс реабилитации прошел 41 житель региона. В ночь мы встретили двух девчонок, поскланились, разобнимались, потому что очень приятно посмотреть, потому что приезжают люди в очень тяжелом состоянии, с разрушенными судьбами, просто физически разрушенные, на грани лишения родительских прав, или уже когда это произошло, а тут пришли с детьми, улыбаются, хорошо выглядит. Программа реабилитационного центра представляет собой интенсивную психотерапевтическую программу, рассчитанную на срок пребывания в стационаре от трех до четырех месяцев. Центр «Ручей» – это не одно место географически, это несколько точек на карте. Главным образом наши объекты находятся в городе Санкт-Петербурге и в Псковской области. В Псковской области находится центральный наш объект – это стационарный реабилитационный центр, место, где люди за городом в хороших условиях бытовых и в некоторой, так сказать, тишине изоляции, изоляции от, скажем так, нездорового социума, могут пройти полный курс стационарной реабилитации, он длительный, минимум три месяца он длится. Что это такое? Ну, в двух словах не объяснишь, человеку нужно научиться счастливо жить трезво. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в центре «Ручей» оказывают за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ниньском округе». Стоимость одного сертификата составляет 198 тысяч рублей. В прошлом году на эти цели было направлено более 2,5 миллионов рублей. Получить сертификат могут жители Ниньского округа, достигшие 18 лет и состоящие на учете в медицинской организации в связи с употреблением наркотических средств, психотропных, психоактивных веществ, алкогольной продукции, нуждающейся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации. В Ниньском округе стартовал второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи», где торгует смертью. Ее цель – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского употребления. Жители Ниньского округа могут сообщить о наркопритонах, точках сбыта, фактах культивирования наркосодержащих растений, незаконном обороте, а также о других преступлениях и правонарушениях. К слову, на территории региона в течение 10 месяцев совершено 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а именно сбыт. То есть мы задокументировали лиц, которые сбывают наркотики, не именно хранят, а которые распространяют данный наркотик. Ряд жителей уже осуждено реальному отбыванию наказания судом Ниньского автономного округа. Так, к примеру, в течение отчетного периода у нас осуждены две девушки. Одна из них несовершеннолетняя, одна недавно осуждена жительницей округа к 8 годам лишения свободы со срочкой в связи с тем, что у нее несовершеннолетний ребенок. Помимо этого осуждены лица за сбыты наркотиков к 8 лет, к реальному отбыванию наказания. О подобных фактах можно сообщить в дежурную часть управления по телефону 02 или 4-21-26 в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 6-00-47 и 8-911-650-57-49. Анонимность гарантирована. Мероприятие продлится до 20 ноября.